Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Находясь в брак, я влюбилась в другого парня. Это был такой себе курортный роман, который перерос симпатию. Я даже бы сказал его влюбленность. Общение с этим парнем я продолжила, находясь при этом в браке. Он прекрасно об этом знал. Чувствовал свою вину перед мужем, но общение я не прекратила. А почему не прекратили? Чего вам не хватало в отношениях с мужем на тот момент? Из-за чего вы чувствовали вину перед мужем? То есть обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этом чувстве вины перед мужем совершенно очевидно скрывается элемент должствования. То есть элемент того, что я должна, я должна ему посыть. И как бы идет, получается, такой своего рода протест, что ли, против этого должствования. Ну, то есть, если вы своему мужу что-то должны, да? Если вы считаете, если вы считаете, что должны ему что-то, то это уже не свобода, получается. А если это не свобода, если вы не свободны, то что происходит? Происходит то, что вы чувствуете себя, ну, просто фрустрирующим. Постоянно, вы постоянно чувствуете себя фрустрирующим. Не понимаете, да? И вот, получается, что вам что-то не нравится в муже. Что, в принципе, в целом, вообще нормально. Ну, абсолютно нормально, что вам может в человеке что-то не нравится. Что-то не устраивает, ничего такого в этом нет. Но вы себя чувствуете должно ему, и в итоге идете на измену. Поймите правильно, я в данном случае не считаю обязательно, что измену это что-то плохое. Я не считаю, что вы поступили неправильно, изменив своему мужу. Вы поступили так, как поступили. Тут важный момент не в том, что вы изменили своему мужу, а в том, что вам в нем что-то не нравилось, но вы чувствовали себя ему должным. Вот в этом, как бы, основная суть. В этом противоречие. В этом конфликт. Ваш. Дальше. В итоге все это продлилось около года, далее общение прекратилось, в причине того, что этот парень нашел себе другую девочку. То есть, с нами его вы не прекратили. С мужем мы развелись спустя некоторое время, не могу сказать, что он был плох как мужчина, но больше меня не радовало. А что изменилось? Что произошло? Что он вас не радовал? Практически сразу после развода познакомилась с парнем, что было хорошо, он компенсировал все эти качества, которых мне не хватало в будущем. То есть, это проект, по сути. То есть, не я, как бы, вот, на, ну, на человека, да? Нацелено, потому что, ну, он мне нравится, я его люблю, я его принимаю, хочу для него что-то сделать, нет. А мне нужны какие-то качества в нем получать, чтобы мне было хорошо. То есть, по сути, по сути, мы говорим о, повторюсь, проекции, то есть, вы проекцируете на своего мужчину то, что вам нужно. То есть, приносите на него свои некоторые потребности и на этом строите отношения. Ну, и логично, наверное, предположить, что пока, вот пока, человек, ваши потребности удовлетворяет все хорошо. Если он перестает удовлетворять ваши потребности, все становится плохо. Понимаете, да? То есть, ваш муж перестал вас радовать, скорее всего, именно потому что перестал удовлетворять ваши потребности. А может ваши потребности видоизменили? Тут так сразу и не скажешь. Нужно это смотреть, нужно это исследовать. Пока что просто не совсем понятно, что из чего и как вытекает. Дальше. То, что вы сразу поздоразводно познакомились с парнем, тоже выглядит как никак освобождение. Вот еще два года мы встречаемся, замуж не хочу, я там уже была, в следующий брак вступлю только при условии 100% уверенности, что это ну всегда. Ну, тут вам мой коллега, Кудрышев Игорь Леонидович уже, в принципе, сказал, что уверенности 100% быть не может. Любые отношения – это риск. И, в общем-то, мы вступаем в отношения не ради гарантии. По крайней мере, в здоровые отношения мы вступаем не ради гарантии, а потому что мы хотим делать счастливым человек. Соответственно, то, что описываетесь вы, по-видимому, по-видимому, является не совсем здоровыми отношениями. Вот. То есть, иными словами, здесь у нас возникает вопрос, а вы вообще здоровые отношения выстраивали, в том числе с мужем? Или, может быть, нет? Может быть, это изначально были не совсем здоровые отношения. Понимаете? Ну, понятно, что это нужно также поисследовать. Я надеюсь, это очевидно, я надеюсь, это понятно, что это нужно увидеть. Дальше. И вот недавно заметила, что он неровно дышил к другу своему парню, старше меня, на 16 лет. Но есть нечто такое, что меня привлекает какая-то загадочность. Считывали. Этот парень был свидетелем развития наших отношений, так как они жили вместе. Поэтому мне как-то стыдно проявлять какое-то внимание к нему и тогда. Да. Здесь я бы сказал очень четко проявляется ваш страх перед отношениями. То есть, мы были в отношениях с мужем, когда появилась потребность стать ближе друг к другу. А эта потребность совершенно очевидная проявляется в том, что вам чего-то хочется от мужа. Но вот вы не стали ему, условно говоря, об этом говорить. Вы не стали ставить его в известность, в известность об этом. Вы просто нашли себе другого парня, с которым мы это постарались реализовать. Далее. Далее. Вы разводитесь, вступаете в отношения с другим человеком, который дает вам все, что нужно. Но снова переключаетесь на другого, на другого. То есть, здесь избегание. Избегание отношений. Здесь история про тревожность, про неспособность вероятнее всего раскрыться. То есть, вам сложно раскрываться в отношениях. Вы, на мой взгляд, играете в определенную игру. Да, я сейчас не скажу, в какую игру. То есть, я не могу сказать, в какую игру вы играете. Не могу сказать. Ну, потому что, опять же, как вот, на мой взгляд, нужно сначала немножечко поисследовать то, что вы описываете, чтобы понять, что происходит. Ну, суть происходящего. Пока что я бы сказал, что информации достаточно мало у нас для того, чтобы дать вам, по крайней мере, адекватный обратный связь. На то, чтобы вы пишете. К примеру. Да? Вот. Дальше. Идем дальше. Вопрос следующий. Насколько закономерно мое поведение в этих двух ситуациях? Закономерно. Какова причина переключения на других парней нормальных вообще? Тревожных. Тревожных. Есть ли шансы у меня с этим парнем, который друг? Без понятия. Без понятия. Проблемы с вниманием со стороны парней никогда не было родителей в работе. Это важно. Важно, потому что это драма для вас. Вы пишете с родителями, общаясь, но отношения с отцом не задались. В смысле? То есть пока ваши родители, ну, если я правильно вас понял, пока ваши родители были вместе, все было хорошо, плохо все стало, когда ваши родители развелись, если я верно вас понял или нет. Или это вот несколько, ну, несколько не так. И я неверно вас понял. Давайте вот попробуем, пожалуй, что с этим несколько поподробнее разобраться. Ну, а что я мог бы сказать? Я мог бы сказать, пожалуй, что вы как будто вы пытаетесь доказать, что это мужчина. Ну, точнее, доказать, что вы скорее всего пытаетесь что-то самой себе, вы самой себе что-то доказываете, на мой взгляд это очевидно. Вот. Но внешне это проявляется в том, что вы пытаетесь доказывать что-то мужчинам. Вот. Интересно было бы увидеть, что именно, что именно вы пытаетесь доказать мужчинам, да? И зачем? Ну, даже не зачем. А давайте пока остановимся на том, что именно. Ну, как мне кажется, как мне видится, совершенно очевидным является факт того, что вы здесь боретесь за свою, как бы, самоценность, на мой взгляд. Вот. То есть это, на мой взгляд, опять же, история про то, что вы пытаетесь бороться за право. Вот. Вот. У вас, как бы, есть право на существование, и вы пытаетесь в этом смысле, на мой взгляд, за него бороться. Ну, боретесь, извините, вот как умеете. Другой вопрос. Что вообще-то говорят? На это право пофигаат. Или кто на это право пофигаат? Уверены ли вы, что на это право вообще кто-то пофигаат? Понимаете, да? Это очень важный момент, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание. Собственно, на этом всё, я надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что вам это было интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Ответу это позволит вам начать, собственно, над собой работу, что позволит вам сформулировать, скажем так, базовые постулаты для психотерапии, позволит вам лучше увидеть над чем бы вы хотели, работать и позволит вам, собственно, быстрее начать эту работу. Желаю вам всего самого доброго, обращайтесь! Удачи! Удачи!